Привет! С вами Вер и Гейм, и мы продолжаем играть в амнезию. Поехали! В прошлой серии мы остановились на том, что мы обнаружили какую-то стену. Хрупкая стена, но руками её не сломать. Значит, нам подсказывают, что, скорее всего, надо её чем-нибудь сломать. Память. Большая часть замка слишком древняя, не обслуживалась веками. Когда придёт день, всё может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем всё, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля загрожит, и всё может рухнуть на нас. Особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Так, тут мы нашли трутницы. Я только что нашла, пока нам рассказывали нашу предысторию. Маленькие запасы провизии. Опять у нас там вылезать в тот дневник, периодически. Да, напряжение, напряжение. Так, ну давайте попробуем долбануть камушком. Давайте. Вот он. Получилось. Здравствуйте, получи. Тайное убежище. Действуй быстро. Когда задействуешь первый, услышишь этот звук. Если он прекратится, придётся начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью. Так, о чём он нам сказал? Так, этот сделал заметку. Данилыч. В зале местной истории есть какая-то потайная дверь. Так, ну я понимаю, что потайная дверь. Наверное, здесь тогда рычаги какие-то должны быть. Масло. Масло. Масло, масло. Кто-то думал, что заперто, не открывается. Книги стоят. Так, что это за рука была у нас сейчас? Опа. А, что-то тикое, тикое, тикое. Тикое, тикое. Где что тикое? Это что такое? Ещё одна книга. А, так, ещё одна книга. Какая-то и догадливая. Так. Опа. Вот мы нашли. Не забывайте, проверяйте все книги, все злополучные места. Шкаф? Шкаф. А зачем шкаф? Зачем он нужен? Зачем нужен шкаф? Интересно. Интересно. Устой шкаф. Сначала нужен. О, мы нашли ключ. Поднятый ключ от винного погреба. Замок встопихнулся, потому что мы у него забрали ключ. У Вильгельма и его недоумки порядком мешают моим следователям. Обращаются с подопытным человеческим материалом, как попало. Шериф следит за слесами и убивает моих верных слуг. Еще немного, и они найдут следы, ведущие к Бренинбургу. Надо запереть Вильгельма и его братью, чтобы народ побольше не любопытствовал. Поэтому винный погреб будет закрыт, пока мы не решим проблему. Мне плевать, пусть хоть гниют себе на здоровье. Может, стоит дать им вина в определенном смысле, этим я убью двух зайцев сразу? Какой-то винный погреб. То есть, ключ от винного погреба мы взяли или нет? А зачем я ее зажгла? Зачем я ее потратила? Не надо было ее тратить. Так, что там у нас лишнее? Может, еще книгу будет вытащить? Нет. Так, давайте это пока потушим. Так, а зачем, собственно говоря, мы только ради ключа забрались в эту комнату? Наверное, да. Ключ тоже какой-то... А ключ от чего? Ступень. От погреба, наверное. Я не помню. Слушай, не помню. Надо посмотреть в этих записках. Посмотри. Так, ему уже начинает трещать. Нет, не здесь, не здесь. Так, не записка, значит, а воспоминания. Найдите ключ... А, то есть, видишь, ключ от винного погреба мы взяли. А, найти ключ от винного погреба. Да. Да. Так, надо свет включить, и может, не по себе. А, давай, давай подойдем сюда, чуть-чуть постоим. Все, постояли? Почти, мы пошли дальше. Три секунды. Вот как так может человек бояться темноты, я не знаю, и ему сразу вот этого плохо становится? Не знаю, но... Как-то обычно страх, он по-другому проявляется, но зачем же так сразу бросаться в такие крайности? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Трещит тут. Что это? Что это? Ой-ой-ой-ой-ой, бежим-бежим-бежим куда-нибудь. Что-то трещит. Так. Спокойно, спокойно, не дергаемся. Кто-то... Просто главному герою сейчас уже плохо здесь. Куда нам идти, куда нам идти? К свету надо сейчас подойти. Постоять. Какими-то нас тут страшными... Слушай, там походу кто-то орал, кто-то был. Да кто-то был тут, тут всю игру. Кто-то ходит, все цепями гремит. Какие-то звуки у нас тут. Атмосфера, конечно, страшная. Я тут уже паниковать начинаю. У меня уже тут сердце в пятки укусит. Музыка страшная. Все, никого, наверное, не поставь. Что-то там и так. Что-то там, собака какая-то. Собака? Ну, а что-то там какая-нибудь домашняя, голодающая. Ладно. Желудина крыла. Он такой... А, он такой? Так это, наверное, таракан мадакакарский. Мадакакарский. Таракан такой, ну... Слушай, там какая-то записка была на столе, посмотри. А, да. Неправда, я ее как-то не... Так, что такое для меня? Слушай, ну... Плохо, что... Свет к свету, где свет? Включи лампу, лампу. 17 мая. А, это воспоминание здесь. 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность. Пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол и попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами, но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Я думал, что это глюкс, воспоминания. Думал, что сейчас все пройдет. В темноте я чувствовал его притяжение. И что нам делать? Я потянулся к свету. Но он выскользнул из пальцев. Выскользнул из пальцев. Ярко вспыхнул, и нося меня прочь. Ярко вспыхнул, и нося меня прочь. Навалились странные видения. Я видел спиральные башни, бесконечные пустыни и невозможную архитектуру. Следующее, что я помню, это скрежет камни и голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал осколки странной реликвии. Все. Наш герой пришел в себя. Игра поистине страшная. Атмосфера очень пугающая. Очень все так... Да, уже страшно. Что-то сейчас будет такое ощущение. Немного песка просыпалось ему на шляпу из трещины в потолке. Он напрягся, когда пещера внезапно дрогнула, а затем успокоилась. Он напрягся. Что тут у нас было? О, какая красная фигня. Опа, быстрей, беги, беги. Что-то тут лопается. Так, это вот она меня ударила. Подожди, туда нельзя. Туда мне не пройти, наверное. Так, мне тогда лучше обходить. Слушай, наверное, в винный погреб идти там. Мы же ключ взяли. А где этот винный погреб? Так, а винный погреб... Как бы сделать так, чтобы он все время бегал. Так, на кнопку неудобно нажимать. И все время вылезает дневник. Так, в винный погреб у нас. Напротив лаборатории. Лаборатория, а винный погреб напротив. Там нам надо взять какие-то ингредиенты. Будет собрать. Вот, теперь ключ. Используйте ключ. Как нам его использовать? Песчаные дюны напоминали волну застывшего моря. Когда караван двигался, затем... А земля казалась бездвижной. Но на привале они видели, как медленно движется пустыня. Зажигайте свет с помощью хрустницы. Что это происходит? Память? Куда подевался барон? Да плевать! Он оставил нам столько вина, что хватит до скончания дней! Или хотя бы и до завтра! Подожди, не скиньте. Уже скребете что-то. Ну давай, зажигай что-нибудь. Ну ладно, одну зажгем. Что-то у нас. А надо было это. Опа, дверь закрылась. Ветром. Мы куприт приобрели. Взяли банку с купритом. Да, у нас теперь есть куприт. Куприт какой-то непонятный. Куприт, куприт. Это ингредиент один, который он говорил, да. Барон там говорил. Царская водка. Это еще что-то. Это что-то теперь? А, я думаю, наверное, плохо. Дверь не открывается. Открывается. Ну пойдем тогда. Если враг близко не попадаете в его поле зрения. Держитесь в стену оте. При необходимости потушите фонарь. Так, походу... Враг близко. Близко. Враги нам не нужны, не надо нам этого. Лучше дверь закрыть. Фууу, прям даже как-то... О, ящик сам упал. Смотри. Что-то падает. Давайте туда сходим, посмотрим, что такое. Что-то начинает становиться страшновато, пустой вины погреб. О! Эээ, бабуха, шуба, шуба, шубись, ныкаемся, ныкаемся. Там какой-то чёрт стоит. Да мне нужен шоу. Блин, зайди в угол, что-нибудь используй. Он появился и исчез. Хорошо, что он был далеко. Фу, какой он страшный. Это был только силуэт. Штаны чуть не выложил. Так. Ну как ты, Даниэль? Нормально всё? Посмотри, там как там, рассудок у него или что там, посмотри. Да, плоховатенько ему чуть-чуть. Значит, товарищ монстр рядом. Его очень сильно шатает. Просто я даже его управлять не могу. Слушай, что с ним происходит? Зажги что-нибудь уже, наконец. В углу отсидись. Опа. Так, он сюда куда-то ушёл. Даниэль, хватит так дышать уже. То я сейчас тоже... Света зажги. Я сейчас тоже начну так дышать. Так, Даниэль уже всё сходит с ума. Так, ну вот. Мы же тебе света дали. Что ты волнуешься? Не волнуйся? Всё нормально будет. Так, а значит, здесь кто-то бродит. Скисает. Немножко прикопался. Так, вот тут у нас что-то. Так, вот у нас ещё что-то. Аурипигмент. Еще одна неотъемлемая часть какого-то химического химиката. Химического химиката. Да. А, кстати, эта дверь была закрыта. А вот эта дверь была закрыта. Так, ну Даниэль, всё-всё-всё нормально. Подыши в пакетик. Успокойся. Я чувствую, мне тоже скоро пакетик понадобится. Мне понадобится туалетная бумага, наверное. Кому пакетик, кому туалетная бумага. Это что такое? Он явно что-то хочет записать. Или чтоб ты посмотрела в дневник. К следующей серии надо будет разобраться с этими кнопками. Что же такое это всё время? Панель наполнен парой капель масла. В бочке нет масла. Еще одну трутницу поднимем. Молоток. Это что у нас? О! Вот и наши люди. Отрубились. Напугала почка. Что это происходит? Да что ты так... Всё такое мундомонное какое-то. Давай лучше заждем тебя. Тьма. Что здесь делать-то? Посмотри. Тьма приближается, он сказал. Смотри, двигать надо, да, получается? Да надо, да, когда двигаешь. Удерживайте ЛКМ одновременно с клавишами движения ВСА или Д, чтобы толкнуть людьми. Да я уже поняла тут, как управлять. Это легко тут. Разгребаем завал, чтобы вырваться. Из плена. Да, просто тут посыпались камни сверху. Больше, надеюсь, ничего не посыпется? Да, откуда-то они посыпались. Ой, какая-то тяжелая. А нам больше не надо двигать, да не двигай больше. А то пол бы упадет. Да, второй раз. Сначала бочкой, потом... Попробуй так. Вот кто-то явно ходит где-то с... Выключи фонарь. Фонарь выключи. Вот, кстати, это было пятно? Я не знаю. Тут и вино пролил. Так. Бежим, 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 бежим. Или спрячься. Ладно, на этом мы закончим свой выпуск. То есть, сегодняшнюю серию. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу. Комментируйте. До следующей серии. Пока. Все, пока. 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 Пока.